привет сейчас я ничего не утаивая как перед господом богом покажу вам все смотрите не заправленная кровать омерзительная это это все на всю жизнь клеймо мне я буду жалить себя кактусом там чем-нибудь еще муравьями пчелами это не грех жалить себя ими потому что меня судят все россияне за то что мне не заправлена кровать так сейчас сейчас и таблетки я был сейчас в больнице сдавал анализ крови врачи не там ну послушайте видео там в конце вывод свой сделал послушайте какой-то интересный вывод может вам понравится так таблетки беру где флокстин вот так смотрите я беру нейролептик хлор протиксен выписанный государственным врачом разделяю его наполовину потому что от него превращаешься в овощи и в сон клонит сильно они это не надо сейчас чтоб меня в сон клонила запивая водой на ночь я выпью полный ну выпью его еще одну таблетку то есть из 15 миллиграмм маленькая дозировка самый дешевый государство у нас щедрое к русским людям выписывают самые самые херовые самые дешевые таблы и так выпил 2 флоксетина 20 миллиграмм отечественного самого дешевого который выписал государственный врач и феназепам выписанный частным врачом отечественный феназепам который купил за 400 рублей охренели буржуи рассасывается во рту все как я себя чувствую не так не так просто я ничего не буду скрывать смотрите я еще расскажу кстати сейчас какие у меня мысли были мысли преступления так называемые но это есть отсылка кто знает к чему а кто не знает тот подумает что я преступник ну понятно здесь у меня мудак вот этот который я объясню почему его считаю лично мудаком смотрите порода на более 3 миллиона книг пишет пиздит как стать здорово познав рода жизни пиздобол закосил под иисуса хотя он никакой не иисус не близко а вот здесь просто читаю стал читать недавно в глазах кто я в глазах общества чумачечий но на чьей стороне ты на стороне толпы или на стороне вот в 19 веке толпа гнобила художника ван гога я не сравнился с я на полная его противоположность а сейчас таблетку беру и 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 а себе я нашел пар половинку сигарет и парламента которая у меня лежала я бы мог это не показывать но я это показываю но ты осудишь меня за мной. Ты не подумаешь, что вот чел открыто показывает что-то. Я не буду даже говорить об этом. Осуждай меня. Не осуждай тысяч женщин, сотов тысяч, десятки тысяч женщин по стране, которые матерятся при своих детях. И я это могу доказать документально. На улице, в обычном месте матерятся и смеются, радуются, по телефону разговаривают. При своем ребенке курят они, пьют. Я не курю при детях, не пью. Ну и я вообще не пью сейчас. Ну, хотя нет, я когда пил ради эксперимента. Но я же не буду говорить тебе, что я художник, я экспериментатор. Я не буду говорить такое. Я наоборот скажу, что я быдло. Я быдло, я обычный. Просто я никто, быдло. Чего такого удивительного? Смотри, я быдло. Смотри, я курю. И я показываю всем, не скрывая. И я не скрываю то, что когда я учился во втором классе, в третьем классе, когда я был маленький, у меня сосал член, один рыжий чел, одноклассник. Мой одноклассник сосал мой член во втором, третьем классе. Я нихуя не понимал тогда. Но я вырос при этом гетеросексуальным. Представляешь? Ну, у меня был такой опыт. Я не скрываю. Можешь считать меня шизофреником, там все такое. Но есть такие страны, кстати, вот в которой ты живешь, в Германии, там такое наоборот считается, открытость считается это хорошим признаком. Когда человек ничего не скрывает, показывает себя, таким, какой он есть. Не стыдится. Показывает, рассказывает. Хастер, хочется жить среди скрытых людей, которые носят маски. Пожалуйста. Ты можешь просто меня убить ударом, битый в висок. И все. И тебе ничего не будет. Потому что здесь не работает полиция. Она только избивает людей. Ну, мужчин. И все. Суды здесь не работают. Это моя бабушка тебе расскажет. Блин, я заказнил. Пепел упал. Выброшу в туалет. В метаз. Хрень. Сейчас я тебе поясню, почему вот это мудак. Возлюби болезнь свою. Знаешь, кому это выгодно? Это про... И смотри, еще, обратите внимание, самое главное, продано более трех миллионов книг. Это все псевдогуру, которые коучи успешного успеха. Это то же самое, что коучи успешного успеха, отсылка к Николаю Базилеву, которые диктуют нам волю тех, кто наверху, сверхбогатых буржуев, богатых людей. Есть семьи богатых людей. Ты это отрицаешь? Ты считаешь, что я... Ты считаешь, что этого не существует? Что это мои выдумки? Ты считаешь, что нету семей сверхбогатых людей, которые... которые имеют власть. И вот они... И вот такие вот люди, они на невежестве простых людей нас наживаются. И они... Возможно, их поддерживать немножко или... Кто-то... Потому что как он может выпустить столько книг? У него должны быть деньги на это. Видишь, он еще одел... Закосил под... Ну, видишь-ка, одежда у него. Короче, он это... Говорит тебе... Просто забей, ты болеешь, забей на свою болезнь и радуйся жизни. Иди работай и забей на свое здоровье. Ты раб, как бы говорит он. Это как бы паттерн. Это как бы я пересказал краткую суть. Грубо очень. Это мое личное мнение. Я ничего против него не имею лично. Я бы никогда не сказал людям, что... Возлюби болезнь свою, там, забей, иди работай, не смотри вокруг. Если ты видишь вокруг говно, значит, ты говно, там, денег нет, ты держись, иди в бизнес, всякую хуйню вот эту. государство вам ничего не должно, нужно подзатянуть пояса. Это все говорят чиновники нам. И вот такие вот нам проповедуют всю эту херню. Мне нравится кое-какая песня, но я ее нельзя... Я ее не могу распроизвести, потому что это как бы... В чем-то я с ней не согласен, я бы немного изменил слова. Но там, в общем, слова такие... Мечта увидеть тот день, когда пойдет старый мир, когда последнее превратится в сортир, когда последний банк, когда последнего буржуя накормлен с лицом. Я там пропустил кое-какие слова, которые... Я их не говорил, меня не за что наказывать. И то и в конце она такая классная музыка. Мечта увидеть тот день, когда пойдет старый мир, когда последнее. Но я не считаю, что церковь должна... Я считаю, я как бы ничего не имею против церкви, просто они имеют. Но я их понимаю. Когда последний банк, мг, мг, мг. Когда последнего буржуя накормлен свинцом и дальше там пронесется как ветер. Мг, 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 мг. Они за все нам ответят. Мг, мг. Начало разбитых сердец, начало и конец. Я с ними во всем согласен, кроме того, что нужно... Нужно цер... Что-то про церковь. Я считаю, что церковь просто нужно изменить немножко. Ну, не надо уничтожать, потому что и так их уничтожили все церкви в Советском Союзе. Не надо, не надо. Мне кажется, не надо уничтожать. Ну, может, я ошибаюсь, я не знаю. Я думаю сейчас, что нужно уничтожить границы, что нужно как бы раскулачить банки, границы, никого не призывают. Ну, и, конечно же, чиновников этих совсем нахреневших. Ничего не имею против чиновников. Я просто больной человек с шизофренией, как меня считают в общем-то... Ну, как меня считают некоторые... Сразу диагноз ставят. Даже не имею образования никакого психиатрического. Ну, это ладно, нормально. Смотри, барк. рука, короче, сейчас болит немножко и чешется от крапивы. Смотри, я сейчас буду не просто не скрывая, а я сейчас буду прямо перед камерой, перед хорошей камерой хорошего качества курить сигарету, и ты будешь меня ненавидеть, ты будешь меня осуждать. Но ты не будешь осуждать женщин, мужчин, которые курят, матерятся при своих детях и запрещают им курить. Вот что самое интересное. Одновременно лицемерие, одновременно бревна в своем глазу не видят. Сейчас. Смотри, я показываю открыто... Они не показывают открыто, как они курят, а я показываю. я за всех, я за всех всех людей моего города, которые курят, всех подростков моего города, которые курят, жалю себе руку крапивой и курю. Смотрите, как, смотрите, как же, как, как, как я наблюдал, вот я сейчас раз тебе покажу, перескажу, как женщина при мне, когда я бабушке своей пошел помогать, там она продавала картошку, помидоры, вышла из крутой машины женщина, которую купил мужчина за обогатив банкиров кредит. Женщины, которые курят. Вот сейчас я буду женщиной, которая курит. Смотри, я женщина, я курю. Я тебе расскажу, сейчас покажу, как это делают они. И вот здесь дети у них, ребенок. Я тебе сейчас просто буду, войду в роль женщины, которую я видел лично и слышал. И я могу не исполнять себя как клоуна, могу просто, ну я и есть клоун, я могу рассказать, я могу показать документально, просто зафиксировать это, как они разговаривают, просто пройдясь по городу. Когда-нибудь я это сделаю. Смотри, она берет вот так. при ребенке. И ребенок говорит, не кури, не кури. Понятно? Затем она берет телефон. Ахахаха, ахахаха, ассыка, блядь, пиздец, блядь, ссыка, нахуй, блядь. Ахахахаха, ахахахаха. Да! Ой, пиздец, блядь, нахуй, сука, блядь, ебать, нахуй, пиздец, в рот, ебать, сука, блядь, в жопу, ебать, хуй, в рот, на. Ха-ха-ха. И ребенок здесь рядом, и муж здесь рядом. Это я просто пересказываю то, что я видел. И курит при этом. А ребенок говорит, сука, не кури, блядь, а пизжу. пизды дам, сука, ребенку говорит, женщина лет 30, ну, девушка. Россиянка. И я рисую, а теперь следующая сцена, я рисую, реальная, заснятое на видео, я рисую, пишу, голубым мелком, детским, not war. проходит россиянка, проклинает меня, говорит, что за детский сад, что за хуйня. Говорю, ну, а разве раньше было лучше, то есть стена полностью гнилая, там, она говорит, нет, и идет. То есть, она хочет, чтобы была война, она хочет, чтобы ее дети вернулись с войны, без рук, без глаз, без лица, без ног. Ты хочешь этого? Ты, россиянка, знаешь, я заболел после твоих слов, после твоих проклятий, очень сильно. Нарисовал автопортрет, когда у меня болела голова, и меня теперь из этого автопортрета читают шизофреником, там, что только шизофреники-то якобы такое рисуют. Это, это, это не мои слова, это цитаты. Понимаешь? Нет? Сука, блять, нахуй, блять, бля, бля, сука, бля, сука, 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 бля. Ну, короче, она материлась как-то более круто, чем я. Я по сравнению с ней, Эллочка, людоеда, в плане матов. Она вообще, из-за чего она материлась, смеялась при этом. И ребенок рядом с ней стоял. Вот такие семьи у нас. Я не осуждаю, я просто показываю реальную жизнь. Если ты не понимаешь этого, то я не знаю, я не собираюсь ничего переубеждать. Я быдло, да, я по-твоему шизофреник, деградант, да, дизлайк ставь там, отписывайся. И вообще, не люби меня, презирай меня. Все, у меня и так нет друзей, нет подруг, меня никто не любит в России. Бля, бля, сука, бля, сука, 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 бля, сука. Короче, она примерно, короче, она материлась, я не знаю, как она, она мощно материлась, там, особыми такими словами, знаешь, депричастными оборотами. И улыбалась, и смеялась по телефону при ребенке. И курят они при детях. И слова ненависти высказывают, словно Гитлеры. Словно два Гитлера идут, две женщины с коляской и говорят, этого ненавидим, этих ненавидим, этих бы уничтожить, этих. Это правда, это я видел, слышал. Я могу это заснять даже. У меня сейчас возможность появилась, правда, скоро зима, я не смогу снимать. Хотя бы, хотя бы звук заснять, как они разговаривают при детях. А я-то че? Я маргинал. Я, конечно же, шизофреник, раз я рисовал бесплатно за свои средства, подрабатывая то грузчиком, то расклещиком объявлении мелками пейзажики на серых плитках и воздохновлял детей стать художниками, не быть отморозками, а стать художниками, творческими людьми. Конечно же, я дегенерат, и я не нужен этому обществу. Это факт, это не жалоба на жизнь, это просто факт. Я это понял, я больше не рисую мелками себя. Я не рассчитываю, что кто-то меня поймет. Ставьте дизлайки, там, отписывайтесь, пишите мне, я в тебе разочаровалась, я в тебе разочаровалась, ты урод, ну, мне, я урод, я дегердант, мудак. Конечно, вы правы.